20 ноября отмечается День избирательной системы Краснодарского края. В этом году она отметит 25-летний юбилей. Существующая в нашей стране избирательная система является одной из самых демократичных в мире. Она постоянно совершенствуется. В практику работы избирательных комиссий всех уровней вводятся современные средства учета мнения избирателей. Лозунг избирательной системы Краснодарского края – работа в интересах кубанских избирателей. В преддверии памятной даты в Славянском историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная 25-летию образования избирательной системы Краснодарского края. На выставке представлены документы исторической ценности, которые представляют именно те документы, которые использовались в территориальной избирательной комиссии в работе, которые были использованы в период проведения различных уровней выборов. Одними из первых выставку увидели студенты Славянского сельскохозяйственного техникума. Сотрудники музея рассказали ребятам об этапах становления избирательной системы страны и нашего края, а также об истории памятной даты. С 20 ноября 1994 года ведется отчет формирования и развития избирательной системы нашего Краснодарского края. В этом году, 20 ноября, избирательной системе нашего региона как раз-таки отмечается 25 лет. Но праздник этот был обозначен именно как праздник, как день памятный в июне 2017 года. То есть он как день, отмечаемый в календаре нашего Краснодарского края, достаточно молодой. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков рассказал студентам о целях и задачах, которые выполняют участковые территориальные избирательные комиссии. Как проходит подготовка к выборам, кого избирают и какими полномочиями обладают избранные депутаты или главы поселений и муниципалитетов. Комиссия работает на постоянной основе. На постоянной основе комиссия работает с 2005 года, когда люди занимаются непосредственно выборами, только выборами. Поэтому на сегодняшний день у нас сформированы участковые избирательные комиссии, территориальная избирательная комиссия. Комиссия формируется на 5 лет. Мы в прошлом году сформировали новый состав. У нас входит около 800 человек в состав участковых избирательных комиссий. Потому что кто-то из ваших родителей, бабушки, может дедушки, кто-то в комиссиях работает, может вы знаете, кто-то, кто-то, может быть, уже принимал из вас участие в выборах, если бы кому было 18 лет. Поэтому хочу сказать, что это очень кропотливый труд, очень сложная работа, потому что комиссия заключается работа не именно в день голосования, как мы говорим, второе воскресенье, сентября. А комиссия начинает работать, территориальная комиссия начинает работать за три месяца до начала выборов, потому что есть определенные законы, законы есть федеральные, 67 ФЗ о правах и гарантиях, которые определяют работу комиссии территориальной и участковых комиссий. Несмотря на серьезность и сложность темы, студенты слушали с интересом, задавали вопросы. Им, как молодым избирателям, было интересно побывать на такой выставке и узнать много нового для себя. Я сам родом из Торниш-Стеблиевска, и там тоже есть избирательные комиссии. Но нам таких, как здесь, экскурсий не проводили. То есть здесь видно сразу, что организованность очень хорошая. Помимо того, что идет обучение у нас, здесь я уже узнал некие политические аспекты. Много чего еще по поводу выборов. Выставка продолжает работать. Ознакомиться с ее экспонатами, узнать что-то новое для себя об избирательной системе края может каждый желающий. Анна Монастыренко, Игорь Ванчуков, программа «События».